Виноградинка Винка была очень любопытной. Она спрыгнула со своей веточки и отправилась гулять по саду. Я гуляю, я саду и найду щиты. И вот Винка решила взобраться на высокую башню, которая стояла возле забора, и полюбоваться на лес. Как дикосило, вижу лес. Я вижу вот что-то синее. Что это? Вдруг налетел сильный ветер. Винки не удержалась и свалилась прямо за забор. Ура! Я буду гулять по лесу. Винки шла по лесу, пока не вышла на широкий песчаный пляж. Винки с любопытством смотрела на синее море, ведь она видела его в первый раз. И тут навстречу ей вышла девочка. Привет, меня зовут Винки. Ты знаешь, что такое синее и большое? Девочка рассказала Винке, что большое и синее – это море. Девочка сказала, что она живет совсем рядом и очень любит приходить на пляж, чтобы полюбоваться на море и корабли. И тут, как по волшебству, вдали показался белый кораблик. Он подплывал все ближе и ближе. Винке очень захотелось покататься на корабле. Когда кораблик подплыл к берегу, Винки запрыгнула в него и поплыла. Ура! Я плыл на корабле. Когда Винки вышла на берег, она увидела, что из леса выходит мальчик. В руках у него ведерко и какая-то длинная палка. Когда мальчик подошел совсем близко, Винке сказала. Привет, меня зовут Винки. Что это такое у тебя в руках? Большая палка? Мальчик рассказал ей, что он живет рядом с морем, поэтому очень любит ловить рыбу. А в руках у него не палка, а удочка. Мальчик показал Винке, как нужно ловить рыбу. Как интересно. Можно мне попробовать? И Винке стала ловить рыбу. Она наловила целое ведро. Это был очень интересный день. Я устала и ехать туда море. Мальчик и девочка проводили Винке и помогли ей перебраться через забор. Винке снова оказалась в своем саду. Она нашла свою веточку, забралась на нее, устроилась поудобнее и стала вспоминать свое путешествие. Так закончились удивительные приключения Винки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова